Моя задача сегодня поделиться определенным опытом. Я, прежде всего, это делаю для своих друзей и партнеров. И, ну, скажем так, чем больше людей это слышит, тем мне будет приятнее и, может быть, как-то скрипнее. Ну, прежде всего, я хотел бы рассказать двух слов о себе. Я предприниматель, я предприниматель Диппетра, зовут меня Сергей Мартанец, кто еще не знает. Мы с супругой недавно стали родителями, у нас есть сын, буквально завтра, послезавтра, ему будет уже 8 месяцев. И мне очень приятно, что я несколько лет назад, вернее, где-то 5 лет назад, я стал на страху предпринимательства. В прошлом я профессиональный бармен, вот так вот выглядела моя жизнь, потому что я вырос в селе, есть войсковое, в сторону Днепропетровска, как я знаю, там была переправа Днепра еще. Вырос в селе и, в принципе, не было особо каких-то перспектив добиться конца успеха. Поэтому я поступил в институт, мне помогла моя тетя, и начиная с первого курса я работал. Работал где-то, подрабатывал на каких-то стройках, я думаю, как и большинство людей в такое время студенческое. Мне нужны были доходы. И так случилось, что я на втором курсе нашел себе работу бармена, и меня так затянуло туда, что я начал увлекаться флэрингом, я начал пидать бутылки. Кто не знает, что такое флэринг, это просто не в бутылок, и ловил, конечно, их. Это очень опасное занятие, тем более в то время, когда не было интернета, ютуба, и не было учителей. Мы были такими первопроходцами в этом деле. И я так увлекся, что в 2007 году я стал чемпионом Украины по флэрингу, и в Италии я занял шестое место на международном финале. И у меня был коллега, сейчас он работает, живет на Агуа в Индии. С этим коллегой, с Артемом мы, скажем так, организовали бармер-шоу. То есть мы делали различные показательные выступления на соревнованиях, плюс нас начали приглашать на различные корпоративы, свадьбы и так далее. И в какой-то период мы поняли, что работать за стойкой, в принципе, не так выгодно, как работать где-то на корпоративах. И хотя мы были востребованными барменами, я помню, когда мы это все делали параллельно, и работали за стойкой, и тренировались очень много, и ездили на корпоративы. То есть все было вот так. И в какой-то этап жизни у нас была школа своя барменов, после того, как я стал чемпионом. Мы отказались от школы, потому что это оказалось не так выгодно, как нам хотелось. И школа, в основном, это так, для престижа. И так получилось, что меня приглашали на Камчатскую, я там запускал заведение, меня приглашали на различные другие города. И, в принципе, мы были востребованы барменами, зарабатывали хорошие деньги на то время, работая два раза в неделю, ну, скажем так, нам платили 100 долларов, когда другим барменам платили там 1000 долларов в месяц. Нам платили 100 долларов в воздухе. Я помню, когда мы ездили в Запорожье, это было в 2008 году уже году, мы запускали там, делали реза, то есть, когда у заведения, оно называется Сова, что был как хорошая, раньше вы знаете. И нам платили туда 800 гривен за выход, тогда долож был по 5. То есть это было больше, чем 150 долларов. И, в принципе, мы были востребованными, но это было до поры до времени. Это было нестабильно, потому что, как правило, это дабы в заведение, то есть два месяца мы обучили персонал, и мы отпустили. Параллельно для себя я всегда искал возможности какие-то. И 5 лет назад я послушал один тренинг, он называется «Секреты миллиардеров» Валентия Луконина. До стопа он меня зацепил, что я понял, что надо развиваться как по другому направлению. И я начал читать книги, я начал посещать какие-то семинары, начал смотреть в интернете какие-то записи тренингов. И я понял, что, в принципе, стать предпринимателем не так тяжело, как нам говорили наши родители, да, или как нам в социуме голову убивают, да. В принципе, если развиваться, обучаться, то через какое-то время ты сможешь выйти на какой-то хороший доход. И я всегда искал источники дохода, и как раз вот сегодня я хотел бы поговорить о возможностях, которые есть у нас сегодня. Да, я думаю, не секрет. Вы знаете, что у нас сейчас в Украине идет глобальный кризис, да, и большинство бизнесов просто загибают. Из-за выражения. У меня сейчас, вот, два часа назад была встреча здесь у нас с предпринимателем, с Никопа, то он говорит, что я боюсь не то, чтобы сохранить бизнес, я боюсь вообще, что будет, когда поменяется эта вся наша управленческая часть. Я просто, уже налажены какие-то людьми, да, налажены какие-то отказы, налажены какие-то, ну, отношения. Сейчас все меняется, все нужно делать по-новому, люди просто не знают, что будет завтра. И сегодня есть у меня несколько инвестиционных проектов, о них сегодня я говорить не буду. Вот недавно я брал интервью в один именно популярный журнал. То есть на сегодняшний день основной мой, скажем так, заработок, основной мой бизнес – это как раз тот бизнес, который строится на моих каких-то способностях, возможностях. Да, у нас есть команда, но большинство работы, я не буду назвать это бизнесом, это предпринимательство. Большинство работы мне приходится делать самому. Если я хочу выйти на новый уровень, то мне тяжело найти людей, которые, скажем так, могут на меня работать, потому что нужны специфические способности, да. И через какое-то время эти люди, это мои ученики, становятся моими же конкурентами. Кто, у кого есть такая подобная ситуация? Может быть, у кого-то есть предпринимательство, вот вы меня понимаете, да, то есть когда вы обучили кого-то, вы ему отдали частичку себя, можно сказать, да, и через год-два это человек становится вашим конкурентом, и вы понимаете, что вы себе сами же выросли конкурентом. Но это рынок, это жизнь, это нормально, поэтому мы развиваем это дальше. Вообще зачем нужны деньги? Да, такой банальный вопрос. Здесь каждый для себя, наверное, что-то свое ответит, да. Кто-то хочет, допустим, хороший автомобиль, да, как мужчина, больше, наверное, может быть. Кто-то хочет построить дом. Кто-то хочет, может быть, путешествовать, или же дать образование своим детям, да, или дать лучшее жизнь своим детям. У кого есть дети? У всех есть дети практически. Это приятно. Я только вот сейчас ощущаю вот это вот части, наверное, как правильно сказать, материнство, ниже. А что такое деньги, ваше мнение? Кредство. Возможно, для них инструменты. Какие еще есть варианты? Свобода. Ну, а как еще дать определение еще денег? Свобода. Свобода. Энергия, да. Энергия. Говорим же очень понравилось, деньги – это энергия. Это действительно так. Все определения важны. Знаете, я как-то искал историю денег. Оказывается, давно-давно люди просто меняли товары, да, то есть было там у кого-то мясо, у кого-то зерно, меняли, через какое-то время начали понимать, что есть товары, которые нужны постоянно, например, столь, да, или какие-то специи, и эти специи столь и рассчитывают. Через какое-то время появились деньги, потом эти деньги стали в другом виде, в виде бумажек, сейчас не знал, и так далее. Вот. Деньги – это... это эквивалент полезности, вашей полезности, которую вы отдаёте на рынок. Да, вот здесь вот не зря я свою картинку изобразил, потому что есть люди, которые более полезны, и они, соответственно, больше зарабатывают, чем другие люди. Да, вот здесь на картинке я можешь увидеть, что есть человек, который больше зарабатывает, он более полезен на рынке. И я думаю, сейчас вы можете, я не буду вас просить записать, у кого есть ручка, вы можете записать сумму денег, которую на сегодняшний день вы зарабатываете. Вы можете себе в голове представить эту сумму, не нужно её озвучивать, у каждого она своя, то есть ваш месячный доход, и у кого есть ручка, вы можете написать равно ваша ценность и ваша полезность на рынке. Иногда я слышу такие, какие-то мнения у людей, я зарабатываю мало, но я стою больше. Вот я просто, меня не ценят на работе, да, или вот я такой вот молодец, а мне платят так мало. На самом деле, на плате равно столько, сколько мы стоим. То есть, если мы хотим повысить свои доходы, мы должны повысить свою ценность. Почему уборщицы платят мало? Потому что любой может стать уборщицей, правда? А почему, допустим, какому-то коммерческому директору, какой-то крупной фирмы платят много? Потому что не каждый может стать коммерческим директором этой недели. Почему врачам платят мало? Почему врачам платят мало? Потому что очень много врачей, педагогов, именно поэтому я ушёл с аспирантурой, Я учился в аспирантуре, я не врач, у меня другая специальность, именно потому что очень много людей, которые готовы делать эту работу более, скажем так, дешевле. Почему барменов платят мало? Почему я ушел за барной стоимость? Потому что очень много, вы знаете, я столкнулся с этим, сталкивался и сейчас многие бармены, которые уже с опытом. В современном у нас появляются какие-то обязательства, да, то есть с возрастом, допустим, если бармену 30 лет, он уже опытный, да, мне просто удобно приводить этот пример. Например, у нас появляются какие-то кредиты, машины, семья, дети, да, и вы же не готовы работать за 2 тысячи гривен, нам нужно больше, потому что мы ценим себя, да, и нам нужно больше. Но, вы имеются ребята, которые закончили школу, которые приехали с села учиться, они живут в общежитии, как я когда-то в 2000 году, и они готовы работать за 2 с половиной тысячи гривен. И хозяин думает, или же платить 7 тысяч этому бармену, он маловец, конечно, или же платить 2 с половиной тому, он не настолько хуже, но зато он дешевле. И это рынок. Вот знаете, вот здесь каждый хозяин бизнеса, я имею в виду, он сам выбирает, что ему выгодно. А на сегодняшний день ситуация такова, что большинство людей выбирают платить меньше, потому что на дворе кризис, да, и нам нужно как-то бизнес вывести, чтобы он был плюс. Поэтому, знаете, вот здесь вообще мышление наемного рабочего, мы об этом еще чуть-чуть поговорим, оно вообще не приводит в принципе нас к успеху. Вот почему нам платят мало это мышление наемного рабочего? Нам нужно... Это не быстрый процесс, вы знаете, у меня это заняло не один год, когда мы через какой-то... Есть такой закон, ну есть законы успеха, они сформированы уже много-много лет назад, и закон называется причиной следствия. Если кто-то сделал этот результат, то в принципе вы можете сделать то же самое, если вы будете делать те же шаги, что и он. Это не всегда срабатывает 100 на 100, да, но в основном это законы, которые описаны уже во многих книгах, есть, думаю, богатей, Наполеон Хилл, какая книга. Вы знаете, в принципе это действительно так. Я хочу такую прощенную формулу вам показать, что нужно для успеха. Мысли, которые потом превращаются в чувства, которые потом превращаются в действия, и у нас получается результат. Я хочу вот в самое, наверное, глубокое окунуться, это мысли. Что формирует наши мысли? Сознание. Сознание, то есть в принципе это те программы, которые нам закладываются еще с самого детства. Я хочу сказать о том, что, вот как раз о чем вы говорили, о том, что деньги это плохо, да, предприниматели или фазовцы это плохие люди, и так далее. Это все нам закладывается с детства. Я не буду говорить, кому это нужно, я не буду говорить о том, что в институте, в школе, где нас учат быть, кем? С наемным. С наемным рабочим. Кого учили открыть бизнес и нанимать людей? Есть такие люди? Нет, не учат этому. Почему-то нас учили в институте, я учился в аспирантуре, быть наемным рабочим и хорошим специалистом. Исполнителем, да, потому что, наверное, такими людьми проще управлять, да? То есть кому-то это надо, есть и такие люди, которые позаботились о том, чтобы мы были хорошими специалистами. Почему так в жизни часто бывает, когда двоечники нанимают на работу отличников? Я думаю, вы слышали такое неоднократно. Я не говорю, что так всегда, но это бывает очень часто. Потому что у двоечника изначально предпринимательское мышление вырабатывается еще вот с первого класса. Он думает, как бы списать, как бы сделать так, чтобы родители не заметили, как бы подделать подпись где-то в дневнике, как бы там пропустить школу, но... Он больше думает, думает головой. Вот. Я хочу сказать, что отличники – это классные исполнители, да? Я... Понятно, что хочется, чтобы наши дети были отличниками, но хочется, чтобы у них было предпринимательское мышление, чтобы они могли любую ситуацию, ну, скажем так, выдать за позитивную, чтобы они искали возможности в жизни. Для этого как раз, для этого нужно, наверное, показывать пример своим детям. Знаете, я сторонник, я в этом плане очень еще молодой, но я сторонник того, чтобы не воспитывать все-таки, а показывать пример. Поэтому пока мы занимаемся своими детьми, мы сами свою жизнь не можем привести в порядок. И если привести в ту же жизнь в порядок, таким образом, дети просто у нас будут копированы. И я думаю, это большинство, большинство из вас это понимает. Хочу вернуться к мыслям. Формируют мысли программы. Программы, которые заложены нам с самого детства. Знаете, есть... С Кимен Коми, есть такой известный бизнес-тренер, у него есть несколько книг. Есть такая известная книга «Сем навыков эффективных людей». И у него была такая фраза «Человек учится эффективнее всего до 7 лет и на тренингах». О том, что как раз то, что сейчас мы здесь собрались, я надеюсь, что по истечении какого-то времени у вас что-то останется в голове. И, может быть, мне будет приятно, если через год или через два, кто-то из вас скажет, когда-то пришел Сергей, приехал к нам в Никополь. И вот я его послушал, и что-то вот щелкнуло, и я начал или начала мыслить в другую сторону. Или я начал развиваться, или я открыл свой бизнес, или что-нибудь еще. Мне будет очень приятно, потому что я приехал туда просто поделиться своими мыслями. Я, честно говоря, не могу сказать, что я специалист в области финансового, у меня нет этого образования. Просто какой-то опыт накопился, вот с вами и делюсь. А как себя перепрограммировать? Вот если мы программировали, что деньги это плохо, что мы не должны зарабатывать много, что те, кто плохо зарабатывает, те плохо живут, они неспокойно живут, они вообще плохие люди, и не нужно нам автомобили хорошие, мы будем ездить на трамвае. Вот как перепрограммировать, да? Если это годами было забито нам в голову, что нужно делать? Прочитать что-то, то что... Как их программировать? Чтение. Чтение, литература, окружение. Вы слышали такую мысль, что 50% нашего успеха – это наше окружение, 40% – это наше действие, и 10% – это какие-то навыки. Я слышу очень часто, люди говорят, я это не умею, я не такой, у меня не получится. 10% – это навыки, все остальное – это окружение и наше действие. И чтобы себя перепрограммировать, нужно, прежде всего, осознать, осознать то, что мы неправильную программу в голову били. Для этого нужно, для того, чтобы осознать, я думаю, вы часто, из-за части книги, вы можете услышать, что человек, он даже не понимает, что он, видите, это выражение, в заднице. Вот бывает такое, да, вот если обратить внимание на бомжа, он не хочет понимать, он не хочет понимать, он никак не уходит. Ну, это не нужно. Я просто слышал, когда-то, ну, по телевизору была какая-то программа, как раз это про бомжей. И если вот какой-то человек, там, бомж, или вот прошел эту школу, не знаю, как это назвать, вот он говорит, что наступает момент, когда тебе становится пофиг. Вот тебе становится пофиг, что скажут люди. Ты лезешь в свой неусорный бар и ищешь там, кто не доел палубок. И тебе вообще по барабану. У нас есть один мужчина, у него даже интервью брали, с него даже ролик сняли, он постоянно бегает. Да, кто-то видел, да, он по Днепропетровску постоянно бегает с такой палочкой, у него, ну, он бомж. И те люди, которые снимали ролик про него, говорили, что это очень интересный мужчина, очень такой, ну, не глупый. Но у него образ мышления такой, что ему и так хорошо. То есть он это еще не осознал, а может, ему и не надо осознать. Я слышал такую историю, что есть одна женщина, которая решила провести эксперимент, что она будет жить без денег. Кто-то слышал, да? И она уже более 13 лет живет без денег. Но сказать, что она не продает, это неправда, потому что она за какие-то продукты, за что-то, она отдает свою работу. Она не рассчитывает, да, это база, она не рассчитывает за деньгами, у нее их нет, но она предлагает свои какие-то услуги. То есть в принципе она тоже является продавцом. Следующее, нужно понимать. Нужно осознать, что мы запрограммированы неправильно. А потом нужно понять, да, и на следующем этапе нам нужно отстранить эту программу. То есть мы должны убрать источник. Чаще всего это наше окружение. Вы знаете, ну у меня в жизни так произошло, что когда я жил в селе, и я переехал в Днепропетровск, я жил в общежитии, да, я учился. И потом как-то так было время, когда я не возвращался в свой поселок. И когда я вернулся, я понял, что, о господи, я тебя здесь остался, что-то со мной было. Я понял, что те люди, которые там остались, я как-то постепенно поменял свое окружение, я поменял свой другой уровень. Но я понял, что если бы я здесь остался в этом окружении, кто-то спился, кто-то повесился, кого-то уже нет в живых, кто-то сидит в тюрьме. Ну, я не хочу сказать, что это у всех так, это у меня лично так, потому что я вырос в таком, ну, очень, скажем так, не очень хорошем месте, наверное. Прежде всего, нужно отстранить это, то есть поменять. Прошло время, когда я поменял свое окружение от барменства на другое окружение. Сейчас у меня другие. Я когда сейчас прихожу, я уже давно не приходил, когда я прихожу в свою тусовку барменскую, да, у нас родятся конкурсы какие-то, у нас постоянно тусовки барменов. Я понимаю, что мне просто неинтересно. Мне неинтересно слушать, о чем говорят эти бармены. Мне неинтересно, они думают, что флейлингом они смогут обеспечить себя, жизнь, и это их просто... Я так понимаю, я это прошел 10 лет назад. Я говорю, дружище, пройдет 10 лет, мы с тобой увидимся, и ты мне скажешь. И мне просто... Ну, я это уже понял, но я понимаю, что человек еще не понимает. И наша задача отстранить источники, да, то есть уйти от этого. Ну, и следующее, наверное, самое важное, это перепрограммировать себя. Вот как раз для того, чтобы себя перепрограммировать, нужно пустить правильную информацию. Вы знаете, есть классный эксперимент. Сегодня я не буду его проводить. Когда берут стакан с грязной водой, ну, бывает, когда холод добавляют, чтобы водить. И говорят, вот вы, допустим, в обществе, вы находитесь не на Киев, а вот вы такой вот человек, да, у вас в голове грязь. Что нужно сделать для того, чтобы эту грязь вылить? Нужно добавлять чистую воду. И тренер, я это видел неоднократно, тренер наливает стакан чистую воду, и со временем она становится светлее, светлее, светлее. И нужно вылить не один литр воды, чтобы она стала полностью светлой. И вот то же самое происходит и здесь. Для того, чтобы перепрограммировать себя, нужно очень много делать над собой работы, нужно прочитать ни одну дежуну книг, посетить ни один, может быть, мастер-класс, ни один тренинг. И самое главное, окружить себя людьми, которые лучше вас. Вы знаете, у меня в аффлейинге, в аффлейинге, да, то есть бросание бутылок, у меня был ученик, который, я сказал, он был на Гуа, он был раньше охранником в клубе, в котором я работал. Он приходил в барной стойке и вот так просто смотрел, говорит, Сергей, я тоже как хочу. В то время я там кидал какие-то бутылки, это было настолько непрофессионально, но в то время это было круто. И он говорил, я тоже как хочу. Через какое-то время, когда мне нужно было дипломироваться в институте, я его взял у тебя на бар, мне хозяин разрешил, и я начал его обучать. Он очень быстро схватил, он человек, который, ну такой вот, армейской деталки, дисциплинированно, все, он начал много тренироваться, он очень быстро вышел на какой-то уровень. Но у нас была такая ситуация, когда нужно было поехать в Одессу, там был у нас Вова Бурьянов, это двукратный чемпион мира, человек, который, ну, самый крутой был в этом деле. Сейчас он живет в Лат-Эгосе и, в принципе, ну, один из самых тепловых баронов в мире вообще. И, ну, то есть, не только Кличко прославил ее в Украину, барный, если это Вова Бурьянов. Владимир Бурьянов, он уже лет 8-9, живет в Лат-Эгосе. И когда нужно было выбирать, кто поедет, или я, или Артем, в Одессу, да, учиться у Бурьянова, в принципе, нужно было пройти какой-то определенный курс для того, чтобы мы могли здесь преподавать. Чтобы у нас была сертификация международной ассоциации, мы могли искать учеников. И так получилось, что у меня уже были отношения серьезные с девушкой, да, и я сказал, Артем, есть ты. Вы знаете, прошел месяц, приехал Артем, это был вообще другой Артем, потому что он тренировался сильнейшим человеком. Он просто на две головы вырос, и я настолько, я ощутил то, что, когда ты тренируешься, а я здесь был в Днепропетровске самый крутой. И мне было как-то, я чувствовал себя хорошо, и когда нас приглашали куда-то, ну, какие-то небольшие села, города, нас было... Кстати, мы когда-то работали в Никополе на День города. Я помню, была большая сцена, я считаю, я не помню где, это было где-то 2005, может быть, 2006 год, огромная сцена, много-много людей. Нас встречали как звезд, мы там вообще были, мы же мост так поднимали, мы как-то звезды не чувствовали. Вот, ну, неважно. Смысл в том, что когда вы попадаете в окружение, будет...